Всем большой привет! Я еще нахожусь в отпуске, но решила все-таки уже начать снимать видео, вливаться потихоньку уже в такую более рабочую, привычную для меня атмосферу, поэтому, как вы, наверное, поняли с названия этого видео, оно будет касаться моих самых недавних покупок из Duty Free. Покупок у меня, в принципе, немного, все они были сделаны в Duty Free в Борисполе, и если вы в ближайшее время планируете куда-то лететь, именно из Борисполя, то, возможно, мои, скажем так, покупки, мой рассказ о моих покупках вам поможет в выборе. Итак, как я сказала, покупок у меня совсем немного, все они вместились в такой совсем небольшой пакетик. И начну, наверное, с лак. Первый лак, который я купила, был от Chanel. Итак, коробочка выглядит вот так вот, оттенок это 489. И сразу скажу, цена этого лака была 20 евро. Значит, сам лак выглядит вот так вот. И вот, собственно, он у меня сейчас на ногтях, поэтому можно легко представить, подойдет он вам или нет. Мне, в принципе, этот цвет очень понравился, он такой нежный розовый. И, в принципе, лето уже заканчивается, но все равно захотелось такой оттенок, ничего похожего у меня пока нет, поэтому очень-очень мне понравился. Единственное, что мне понравилось, это принцип упаковки, то есть, вот, снимается крышка, и здесь находится вторая такая, более какая-то странная и некрасивая крышка. Ну, тем не менее. Тоже еще не очень впечатлила меня кисточка у этого лака, сейчас покажу ее вам. Вот, как выглядит кисточка, очень тоненькая, и, в принципе, ей сложно накладывать лак. Ну, скажем так, не самая худшая, но и далеко не самая лучшая кисточка. Что касается текстуры лака, то он просто шикарный, это у меня на ногтях два слоя. Но, в принципе, даже в один слое он ложится довольно плотно, хорошо ложится, поэтому очень-очень советую, понравился мне этот лак. Дальше, в продолжении темы лаков, я еще также купила лак от Dior. Вот так вот он выглядит. И оттенок это 677. Цена этого лака была 19 евро. И выглядит, собственно, он, сейчас покажу как. Вот так. Как вы видите, этот лак уже более красный, такой, скажем так, более классический красный. Тоже суперцвет, с такой же дурацкой системой крышечек. Но, чем этот лак выигрывает по сравнению с Chanel, это своей суперкисточкой. Честно вам скажу, я лучшей кисточкой еще не пользовалась. Ни в одном лаке не было лучшей кисточки, чем в Dior. И сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот как выглядит сама кисточка. Как вы видите, она очень плоская и такая немного заостренная. На первый взгляд она мне показалась очень странной. И я, честно говоря, думала, что она будет совсем неудобной. Но оказалась, как ни странно, совсем наоборот. Она просто шикарная. Что касается оттенка этого лака, то я сейчас продемонстрирую его на бумажке вам. Вот оттенок этого лака. Как я и сказала, он ближе к такому классическому красному. Поэтому, если вы возьмете такой цвет, то не ошибетесь. Потому что он подходит и на лето, и на осень, и на зиму. То есть на любую пару года и на любое время абсолютно. Потому что классика, но тогда не выходит из моды. Дальше. Я, конечно же, не могла обойти стороной одной из своих самых любимых помад. Это Dior Addict. Насколько я знаю, это новая серия. Оттенок у меня 753. Fashion. И цена этой помады 24 евро. Сейчас покажу, собственно, саму помаду. Помада выглядит стандартно, как и все Dior Addict. Ну, единственное только, что она здесь прозрачная, а не синяя. Темно-синяя, как была старая коллекция. И, в общем-то, сама помада выглядит вот так вот. Тоже очень похож оттенок на оттенок лака от Chanel. Сейчас, собственно, покажу, как выглядит сводч на эту помаду. Вот сводч. Как вы видите, очень похожа даже с лаком. Практически один и тот же оттенок. Тоже очень мне понравилась помада. Очень хорошая текстура. Долго держится. Причем очень долго держится, но в то же время не пересушивает гумы. Мне очень нравятся эти помады. Поэтому, если вы задумываетесь о том, какую помаду купить, лучше покупать за Dior Addict. Думаю, не пожалеете. Одна из самых лучших помад, которую я только пробовала. И последняя вещь, которую я купила, это был консилер от Lancome. Называется он Natural Light Creator Very Skin Perfector. Номер один оттенок. Стоил он 25 евро. И, я думаю, вы знаете очень много аналогов, как минимум. То есть, это вот такая вот ручка. Аналоги это самые известные и в Saint Laurent. То же самое есть у Guerlain. По-моему, что-то похожее тоже есть у Chanel. Ну, собственно, я купила такой вот консилер от Lancome. Я не знаю почему, я попробовала Duty Free Tester от Yves Saint Laurent, от Guerlain и от Lancome. И мне от Lancome понравился больше всего, потому что он как-то наиболее ровно растушевывался. То есть, Yves Saint Laurent сразу как-то засох, вбился в морщинки. То есть, вот это мне очень сильно не понравилось. Хотя я знаю, что очень много кто им пользуется, очень много кто им доволен. И просто миллионы позитивных отзывов. Но почему-то я не рискнула. Решила взять то, что мне понравилось в тестере. И я им пока еще не пользовалась, в принципе. Поэтому пока точно свое мнение сказать не могу. Но я приеду домой, обязательно им попользуюсь. И вы, конечно же, сразу же узнаете, что я, собственно, о нем не думаю. И это была моя последняя покупка из Duty Free. Очень сильно сомневаюсь, что еще на вылете буду что-то покупать. Но если вдруг, то, конечно же, с вами поделюсь. Если у вас возникли какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Я буду очень рада вам ответить. И сейчас вот уже спешу на ужин. Поэтому скоро с вами увидимся. Пока.